да еще раз да так вот попробую с вами поделать вот я щас демонстрации экрана у тебя включил вот я хотел бы чтобы вы сейчас видно мой экран я хотел бы чтобы вы также у себя вот сделали только вы свой мне показали я как она никак не покажется он запечатан не подождите свой экран вашего компьютера вот это же чуть через скайп я делаю вот смотрите вот звонки вот видите верху вот эти вот так скажем меню но это сон и вот вот в звонки вот когда звонки я нажимаю на звонки и перехожу на демонстрацию экрана такая есть опция демонстрация экрана вот я ее нажимаю а потом начать или закончить вот вы также вот остановить показ вот сможете так сделать у себя ну и допустим на нажать там вот сейчас и сейчас за за заходите в звонки я спускайтесь на демонстрацию экрана и нажимайте подожди начать тут у меня счета все закрыто тобой сейчас не уменьшить никак не уменьшишь это промок программа skype вская вот это вот сейчас по которой мы сейчас с вами разговариваем в ней на и звонки и демонстрация экрана переходите нашел вот щелкайте на нее все щелкнул начать демонстрацию экрана начать а где слова начать а вот внизу нажал вот часто должен посмотреть на вы что там вас происходит осмотреть ok вот давайте теперь за во первых вот такой момент сейчас вот вы сейчас в mail.ru во первых вы можете mail.ru там ничего ничего не вообще ничего не блокирует ничего там вы можете в mail.ru всего в свое видео где мое видео вот переходите от mail.ru мои видео вот у вас сейчас я вам сразу покажу вот в мое видео ныряйте вот где у вас mail.ru в мое видео сейчас я войду подожди мой мир да вот мой мир в мое видео подожди мой мир мое видео вот ваше видео вот вот она вот колоночка такое друзья фото и видео вот она видео нажимайте вот я сейчас вас научу сразу здесь делать вот потом добавить загрузить вот это загрузить чего загрузить подожди загрузить я не вижу слова загрузить справа вверху справа вот посмотрите правее 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 вверху загрузить вот видите команда чуть-чуть правее, Игнать Тихович, я вижу вашу стрелочку вот правее, вот видите, загрузить чуть-чуть ниже, вот она закрыта, уберите меня твои фото закрыты вот загрузить нажмите, да, вот загрузить, нажмите и вот здесь вы можете вот этот файл 1 гигабайт 800 мегабайт который я вам сбрасывал вот вы можете сюда загрузить спокойно и будет у вас так же название ему дать и все это вот внутри этого сервиса можно так сделать, но мне-то зачем здесь сервис, а мне надо на ютуб это понятно, но здесь же тоже у вас есть зрители я даже не знаю, что там есть 5-10 человек зайдет, зрители там не знаю, хорошо, давайте теперь в ютуб заходите к себе в ютуб ну теперь это надо все убрать как-то ну, на крестик нажимайте а где крестик-то у меня? да вот, вот, вот вот этот квадратик появился не, не меня, не меня, а вот вот это убирайте все просто так, все теперь нам а теперь в ютуб заходить что-то у вас так полно открыто всего мне по-другому нельзя потому что я если жития беру который отработал должен куда-то девать ну теперь заходите к себе на ютуб где у вас вкладка какая-то есть же или откройте вкладку ну вот я вот сейчас открою ее вот открыл вот открыл хорошо, так смотрим, где у нас вот это видео вот сейчас я на менеджере вот, него нету здесь я его должен открыть да, да, давайте сейчас мы посмотрим на это видео открывайте его я открываю менеджер да, да, да это не хорошо делаешь, что открывают так нет, ну я-то я-то смотрю я ничего не могу сделать только вы можете все сделать причем-то так, вот смотри так вот сейчас я посмотрю на него православная община я вот у второй за верхнюю я сейчас выкину ее нет, это понятно так, все запланирано во всех странах странно очень странно у меня совсем другая картина ну вот, давай вот у меня уберите вот это мой квадратик куда-нибудь в сторонку он мешает прям вот видео заблокировано во всех странах да очень странно потому что у меня нет такого чтобы видео было заблокировано тут так а нажмите вот на этот С знак авторского права что они там скажут нам на что нажать ну вот знак авторского права вот этот С в кругляшке ну вот он сверху значок вот сюда нажмите, посмотрим жалобы на нарушение авторских прав посмотрим что там они вам написали я нажал сейчас откроет должно открыть так вот здесь картина та же самая вот как у меня здесь все в порядке а чуть пониже опуститесь Игнать Тихонич ваше видео заблокировано ну все все то же самое странно а теперь обратно вернитесь повыше повыше очень странно потому что у меня так это все музыка ваша вот эта нет я вам сейчас скажу так Игнать Тихонич музыка она присутствует и в тех которые я раньше вам давал и там так же все было то же самое что есть авторские права нарушаются это ничего не значит все те все те видео прошли и ничего им не было замечание вот только вот тут надо разобраться что такое наши ходили на крещение там на проруби епископ когда был там митрополит а в это время там приехала машина из продуктового музыка какая-то и тоже уже заявляют а при чем дутья так нет Игнать Тихонич просто у них там в базе данных вшиты вот почти что все что есть на свете вся музыка они вшиты и действительно кто-то когда-то же создал эту музыку да он умер этот человек 300 лет назад ну а они считают что вот кто-то там заявляет на права это нарушим все делается как можешь считать когда никто не знает в Германии живут там где-то люди у нас поставлено вот это ну я понял Игнать Тихонич вот например классическая музыка звучит тоже какой-то композитор давно создал несколько веков назад исполнил там какой-то лондонский символический оркестр что и они блокируют это все но самое интересное что они блокируют то что деньги да разблокируют им надо за что-то зацепиться просто так на дороге человека повалить обобрать рукой залезти это нельзя а тут они имеют потому что кто покупал вот это вот тот знал что за этим есть это видео рассказы такое за столом сидят там миллиардеры не миллионеры сидит еврей сидит немец японец и русский и все миллиардерами стали ну и говорят ты куда хочешь сейчас делать деньги-то ну куда я понял куда надо вложить в ЮКОС надо с нефтью дело иметь а другой говорит Чубайс там электричество покупать буду чтобы все а русский что ну русский другой один говорит а я купить хочу Ютуб чтобы было а еврей сидит там помешивает в чашке а ты что молчишь то куда он говорит а я и не говорил что я продаю это то есть он давно всем этим завладел а они судят покупать собираются только отлично так как же умная нация она всегда думает вперед и все эти мейлру все в их руках нам ничего нельзя здесь делать нужно приучиться только молиться ну Игнать Игорьич смотрите умная нация так это это все в Библии все таки или в Талмуде написано вот то что там вот эти коммерция все продай купи там так и написано так и написано в Библии в самой в самой Библии написано и Соломону было сказано еще и раньше было чтобы не имели много жен они стремились к большому богатству и говорят все народы понесут вам дань все народы это никаких еще протоколов не было ничего прямо написано не одно дело дань а другое дело пакинации пакинации всякие разные ну как другое это они уже дальше придумывают в долг ты можешь давать там где своим а на своего еврея не имеешь права но они своих сумели поработить вот здесь сейчас какое кто требует никого нету им принадлежит эта музыка Моцарта или Вивальди нет они были верующими и не евреями были или Бах он католик был а они на него руку наложили ну я что могу сказать деньги любят так сейчас я посмотрю ну странно что такое наше дело благословлять эту нацию семья Авраамова другое нам не дано только благословлять ну благословлять нацию но не их дела беззаконные нет их дела это дело дьявола господь говорит ваш отец дьявол но мы должны благословлять чтобы они пришли к Богу познали его обратились покаялись стали христианами так и так любую нацию надо благословлять в первую очередь евреев мы первым делом просим мира Израиля а потом России так Игнать Тихонович вот я смотрите удивительно вот у меня в отношении у меня такого нету ваше видео заблокировали так как же вот посмотреть то что-то какой-то настройка просто у вас одна ее надо поправить канал ну больше не было сегодня утром я 12 роликов поставил все нормально новых совершенно новых закачиваю это просто настройки какие-то у вас есть но мне это делают другие не я администрация они нам приносят я скачиваю они под замком я только замки снимаю хорошо я за неделю около 30 роликов на тихо кто-то администрация кто дайте мне на него ссылку дайте я с ним поговорю с этой ну кто там этого сделать не могу мне надо ну или ну хорошо дайте вот я вот видео скринка составлю и ему сброшу а вы ему дайте пускай он посмотрит зачем говорить то что они дают тому претензий то нету претензий к тому что ты сделал поставил то а я перекачал претензий нету и ко мне у меня на моем канале оно появилось у вас значит какие-то настройки у вас есть в этом разбирается ваш админ ну хорошо ты-то не вышел в интернет а я-то выставляю его в интернет как ты вышел у меня все везде у меня все я уже одного попросил другого у всех все у вас производится все смотрят никакой блокировки нет ну я не знаю не знаю ко мне я беру других много было и ты давал сколько ставили ты давал сколько уже было возьми там не прикасайся к женщине как ты хорошо сделал то мастер просто их претензий-то не было ну у вас в настройках что-то так а как же посмотреть-то да не надо Игнать Ихонович а вот там как объяснить давайте в менеджер опять зайдите пожалуйста в менеджер куда в менеджер ну да ну давай теперь что-то мне как-то назад развернуть надо ну назад да можете да а вот здесь можно сюда так вот подожди вверху вот это что-то не удалилось а надо удалить ее она качала и вот все так православный общий вход в церковь истинное крещение составил колеников Виталий и ничего тут другого нету главное во всех странах ну это настройка а вот смотрите канал вот видите левая вот эта колонка левая слева канал там вот есть такое надпись канал не вижу подожди слева налево я вижу канал ну еще канал вот по нему идите вот на канал вот на этот вот по этой стрелочке вниз нажать его нажмите посмотрим что там покажет так монетизация вот это нажмите посмотреть что там у вас все хорошо соблюдение авторских празд все четко соблюдение принципов сообщества зелен все все у вас нет предупреждения у вас нет пока все нормально монетизацию вот нажмите состояние аккаунта в вашем аккаунте включена монетизация включить отдельных роликов можно в менеджере видео информация как понятно но у вас включена монетизация куда еще посмотреть а ну-ка давай посмотрим монетизацию еще там у нас ну это отдельно ну монетизация у вас включена и отдельно каждому ролику можно включить отключить ну давайте еще раз посмотрим на этот ролик что там с монетизацией на нем сейчас подожди я верну назад сейчас так сейчас подожди вот монетизация сейчас мы ее увидим здесь вот просмотров 18 миллионов 810 тысяч теперь смотри сейчас она высветит вот она аналитика смотри смотри вот 371 доллар какой-то ну это наверное у вас накапало так накапало написано последние 28 дней с 5 апреля по 2 мая так это что ну тут надо разобраться я тут сходу не могу сказать 371 это с какого время по какое хороший вопрос не могу сказать и вот сейчас тут написано за что расчет за работу бульдозериста вот внизу идут цифры доход от ютуба ну вот это 0 наверное именно вот в эти дни за 25 дней ну иначе откуда набралось это даже цента нету а остальные это все пустышки 0.02 цента вот 0.04 вот смотрю доход от ютуб мужчин 88 процентов а женщин только 12 ничего себе ничего себе самая большая у меня посещаемость ролика шершней в дупле выжигаем странно а все таки женщины почему так мало женщин я не знаю наоборот должно быть ну вот наоборот он у меня больше он у меня мужской потому что я мужчина ну это ну это прям удивительно я первый раз такую статистику вижу что 12 это сравнить даже нельзя 88 и 12 вообще что-то прям прям было не так года два назад было 25 и 75 странно но это хорошо если мужчины то смотрят это хорошо поэтому у меня тут ничего такого нету только так вот за столом мы сидим обедаем каждый день пакости 20 пишут под каждым роликом живете все время матерками а тут есть нечего а я сижу и говорю сели за стол сестры принесли что-то сестры где вы почему нам никто не несет то есть голодные голодные да прямо особенно где обедаем вот прямо здесь вот шершней в дупле выжигаем огнем вот давай глянем я нажму если сколько тут нету это в 15 году мы выжигали вот я сейчас нажму его ну это по каждому ролику вот что тут у нас статистика мужчины 99% это мужчины смотрят женщины боятся они тут разбежались да им даже страшно посещаем где тут посещаем где вот здесь надо смотреть просмотры а ну вот просмотры чуть-чуть пониже не видно просмотры сколько 68000 036 это нет неправда нет она не говорит минуты дупле выжигаем огнем но тут надо разбираться что вообще я мигом сейчас зайду смотри канал теперь сейчас я другой открою чтобы легко видеть Игнат Тихонович если заниматься профессионально каналом да вот вашим youtube то можно намного увеличить и просмотры и все остальное прочее но это надо заниматься профессионально вот этим не отходи никуда так нет я вам ну что а в данный момент я не знаю у вас скорее всего просто у вас все это как бы как самотеком идет просто выставили видео и уже вирусный эффект вот этот вот уже сарафанное радио работает только так сарафанка вот смотри сколько посещаем тебе видно нет считай просмотром за два года 420 тысяч полмиллиона почти да вот оно ты видишь нет да да Игнатих вижу во ну что тут говорить я знаю тут какие езди баптисты к нам заехали побыли так там 150 тысяч главное 420 тысяч ничего нету а такие важные материалы вот мне припомнилось когда выборы закончились и по стране поехал Владимир Вольфович Жириновский и говорит народ то ничего не знает у меня какая программа он о себе говорит у него сколько институтов закончено знает иностранные языки за границей был везде все и вдруг какая-то девчонка выходит он ее даже таким именем назвал на вторую букву алфавита и за нее проголосовали столько же или чуть больше ну куда это годится народ то она же ничего не знает она я Крым отдам сразу я сразу там все это сделаю девчонка то ее даже говорить не стоит она кто пьяную показывает ее тащат за руки за ноги то и голосовать больше какой народ то после этого на самом деле то он же самый умный во всей думе самый умный хотя он не туда умом может и пользуется Игнать Игоревич он же обесценил себя давно в глазах народа и он мне кажется он специально поставлен чтобы да он много правды говорит но он ее обесценивает своим поведением да там женщина не так он ее за волосы об забор откинул да это ладно ролик наполнен интернет наполнен где он там с мальчиками он же он же этот мужеложник да нет 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 я думаю не надо это говорить даже я видел еще давно видео когда видео все можно показать я даже в мыслях ни под каким видом не допускаю мальчики ну же они ему мальчики я видел видео такие еще как я служил 99 2000 раз во Владивостоке и нам включили вот это еще кассеты тогда были поставили я смотрю он пьяный там вдрызг просто и вот он так себя вел там просто страшно вообще ну может быть что-то никаких мальчиков я это совершенно не допускаю даже зачем ему то нужно когда он поехал в Грузию там зашел в дом женщина сразу к нему и он он-то говорит до конца проговаривает все ну это как говорят би это бисексуал то есть он и так и по-разному ну ладно не о нем речь-то идет мы молимся за них а что Бог разумил ну это Игнать Тихонович смотрите вот давайте еще раз на этот ролик ваш посмотрим давайте ну ты увидел что тут есть ну вот я смотрел это все я так можно и так посмотреть там самые просматриваемые ролики раз давай теперь что надо показать его да да опять к нему посмотрим ну хорошо сейчас мы войдем вот мы вошли ролик мне очень понравился изменить Игнать Тихонович изменить вот давайте вот изменить нажмите посмотрю внутри там что изменить давай что не просто изменить на саму фразу на этот слово вот да хоп нажмите еще нету сейчас сейчас загрузится он должен ну еще раз значит не 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 это ну изменить на три фотокарточки разные поставить так вот чуть-чуть пониже опустите вот чтобы я там пониже посмотрел информацию Латкин потеряю в Кабарнаул главное открытый он у меня доступ-то открытый ну вы да вот вот о чем я говорил что заниматься вот у вас всего-то тут три этих это теги так называемые Игнатий Латкин потеряю Кабарнаул а тут можно тегов еще больше поставить христианская община там православная община вот теги отдельно а я не знаю это ну вот я вам сейчас объясню что такое теги вот смотрите чтобы вы понимали Игнать Тихонович вот левее вот ваш вот этот мышку левее вот чуть-чуть сюда вот видите Игнатий Латкин потеряю Кабарнаул подожди вот эти вот это теги называются да где они тут вот 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 Игнатьй Латкин теряю Кабарнаул то есть это вот как некие фразы по которым вбивая которые в поисковик вот человек вбивает эти фразы там потеряю ка все ему выйдет это видео там в числе первых Если он вбивает, например, община Или христианская община Если вот этот тег будет забит у нас То он тоже, это видео выйдет А как его забивать-то? Один раз забить Не-не, вот смотрите Один раз можно эти теги подготовить Где-то в Word Потом сюда Ctrl-C, Ctrl-V вставлять И сейчас я вас научу Вот сюда, нет-нет, Игнатик, щелкайте По этому квадратику Еще раз вернитесь сюда в теги Щелкните по нему Чуть-чуть правее Еще правее Нет, в этот квадратик щелкните Щелкните в квадратик сам Хотите фразу Христианская община Ну давай, сейчас я напишу Прям пишите А здесь-то зачем? Вы в нем можете написать Ну ладно Христиан лучше здесь Христианская община Все, скопируйте А их через запятую Вот, например Давайте, ладно, научу Запятую ставьте теперь Запятую Еще раз Так, теперь Лапковщина Вот, например, пускай По этой фразе А зачем это? Я имею в виду Это хорошо Вот, когда человек будет Дудин ему там что-то наплел Он такой Ну ладно, посмотрю Что за лапковщина Вот он эту фразу ввел А нам выйдет Вот этот ролик Нормальный положительный ролик Ему покажет Это тоже как бы вот такое Ну или какое там Православная община Тоже могут вбить Не христианская, а православная Христианская, запятая Православная Нет, нет, нет Вот здесь дальше пишите Вот здесь Православная Община Потом что? Крестовоздвиженская община Даже никто не знает Такое забивать никто не будет Ну или какие еще там есть? Вы там написали Игнать Тихонович Лапкин Лапкин там есть Достаточно этого Ну и так далее То есть вот фразы Детский лагерь Ну да, детский лагерь Вот так пускай И так далее То есть много вот этих Ключевых фраз Подготовить их Узнать Дальше Детский лагерь Еще теперь дальше Ну только Тут надо без ошибок Вот, да Я не говорю Теперь это копируйте Вот эти три фразы Копируйте Да, не трещит Да, три Вот я скопировал Ну, Ctrl-C И потом туда Вот в этот квадратик Ctrl-V Как? Вот здесь, да Вот он Да, сюда Ctrl-V Я никогда этим не занимался Так она только на одну зайдет Или на все будет Это только мы сейчас работаем с этим роликом К примеру А как с него на остальные это перекинуть? Ну, на у каждого ролика вот Есть вот так все То же самое Есть вот эта кухня вся У каждого ролика есть Нельзя сделать, чтобы она перекинула на все ролики Ну, это надо Я такого не знаю Скорее всего, нет Хотя Ладно, я нажал Еще дальше Все, вот они у вас появились И потом Когда сохранить Там есть такая внизу Я, если не ошибаюсь Внизу синяя такая кнопочка есть Сохранить это все Да, вот Сохранить Вот это вот, да? Да, да, да Хоп Сохраняем Все Теперь вот уже Мы теги добавили Уже Уже Поинтересней Так Так мы добавили Так к мертвому ролику Ну, это понятно Пока мертвый Но мы можем Вот монетизация Нажмите, пожалуйста Игнать Тихович Монетизация Вот здесь Так, нажать Да, да Посмотрим, что там Так Данный момент коммерческого виде Недоступен Так как обнаружен совпадение Так Монетизация Время Вы можете удалить Композицию Так, это не надо На которую Входу на жалоба Правила для контента Чуть-чуть пониже Спуститесь, Игнать Тихович Чуть-чуть Вот надо бы Вот отключить Коммерческое использование К этому ролику Вот попробовать И может Ну и как его отключить-то? Так вот я смотрю На данный момент Коммерческое Недоступно Нам оно и не нужно А у них сразу Так может быть Выборишь Или на все открытые Конечно, может быть Каждому ролику Есть свои настройки Ну и можно, конечно И попробовать Отключить Полностью вообще Монетизацию Она отключается Вот там, где мы были Канал Там монетизация Потом можно Там отключить Ко всему каналу Но я говорил, что Ютуб ему интересно Конечно, чтобы Вы монетизировали Чтобы им свою рекламу Распространять Потому что Ну Они же с этого Деньги зарабатывают Тут я не знаю Как А я при чем тут? Я точно знаю Что Если вот разобраться Можно вот это все Блокировку Эту убрать Ну потому что У меня нет блокировки А у меня то же самое Такой же канал Как у вас У вас монетизации нету? У меня монетизации нету А сколько у вас просмотров? Ну понятно, что у меня там Сравнивать-то нечего Потому что Кто меня знает И кто заходит ко мне Там Ну там Не знаю Совсем маленько И я не занимаюсь этим Я то есть Это если заниматься Раскруткой И так далее Ну это серьезная работа У меня большой специалист Был и говорит Я могу раскрутить любое Я говорит Это делал Он работает этим Ну я говорю Делай Он взялся за меня Делать И ничего не мог сделать Форум Так и не мог И сайт Не мог раскрутить Что только не делал Он сделал так В такое-то время Нажимать такое-то Чтобы больше людей нажимало Там В какое время дня То есть он все знает А здесь не идет Почему? Потому что Это божье дело Ну однако Игнать Игорь Я Ну это все понятно Это все Я согласен с этим Однако у вас Вот на данный момент Еще раз говорю У вас включена монетизация Ну да Понимаете? То есть Ну Как вот к этому Я не включал И ни одной копейки не имел Вот это чтобы все знали Никогда Ну а как? Ну это понятно Это пред Богом А кто? Ну я бы отключил сейчас Но ты меня остановил Говоришь Что это невыгодно Это по идее Это невыгодно Ну я говорю как есть Что с точки зрения Администрации Ютуба Им интересно Чтобы вы монетизировали Как раз Чтобы и они зарабатывали И вам какую-то копейку Они бы отдавали Если я отключу монетизацию То есть я в их глазах Что-то потеряю Если вы отключите То вы не так будете интересен Да Ну а что? Вы просто пользуетесь Как бы их хостингом Вот этим видом Пространством этим Виртуальным А и какой толк Ну и чё? То есть они Уже на вас Уже в любой момент Будут Если Жалобу подадут Какой-нибудь там ДС Ну и они уже так скажут Так а чё? Он и так нас не монетизирует Ну давай его прикроем Понятно Они нам делают добро И мы молимся за них Главное каждый день Я молюсь за них всех Я за себе С интернет молюсь И за всех Вот Дарин Сысоев Вот это Я за него тоже Дарин такой Не знаю что за имя Брал у него Музыку Хорошую у него Кооппозиции Мне Анастасия Вот эта Вирсавия Илика Ревека Ревека Его порекомендовала Действительно Хороший такой Ну чё делать-то? Ну отключи его одного А как отключить-то и нету Так вот надо разобраться Как отключить Информацию Так как обнаружено Совпадение с контентом Других авторов Ну это на всех роликах Практически так Вы можете отключить композицию Что это означает? Удалить композицию Ну это удалить Ну это зачем? Это не надо Монетизация временно Отключена Вот смотрите Самое интересное А вот тут пишут Что монетизация Отключена К этому ролику Ну как раз Отключена Тогда ничего и нету Ну да На которую подано Жал Так Временно отключена А почему? Потому что не работает Он заблокирован Как он может работать На монетизацию-то? Ну да Он копейки не принесет Они на него накрыли Крышку-то Закрыли его Так Игнать Ильич Тут надо разобраться В чем сейчас канал Видимо такого Может было Что нужно отключить Только на один ролик А они Автоматически Не сами же они отключают А вот удалить Удалить композицию Что значит композицию? Музыку? Ну да Но это еще раз повторяю Это не нужно делать Поскольку Ну Поскольку не в этом причина Имеется ввиду Блокировки во всех странах Не в этом причина Надо разобраться В чем Именно Почему во всех странах Заблокировано Непонятно А это проще всего Может быть На Луне только Если бы я на Луне был Зачем Зачем мне Луна Когда ни одной страны Нельзя подойти Я же все равно На землян выйду Мне это совсем не нравится Я скажу Что ролик твой Очень хороший Получился И главное Ты взял конкретно все Так вот Я и хотел Это все сделать А дальше Во второй части Пойдут отзывы Вот где Там и все будут И Сергей Зачитает свое Стихотворение Хорошее И все остальные У кого Слово Предоставляли Кому Кто как Пришел Это все будет дальше Таких у нас человек 50 с лишним А они на форуме А они на форуме Без всяких вставок своих Не просто так А теперь понимаем Что нужно отключить От монетизации Вот этот ролик Ну да Так он На самом то деле По факту Монетизация Временно отключена На нем Вот Отключена Потому что Они не Раз закрыли его И все Отключено Тут и так понятно А если он закрытый Они его в термосе держат Да На которую Кто будет платить За него деньги Или поставить рекламу Когда его никто не видит Так Игнать Тихонович Правила для контента Вот что это такое Что это за фраза такая Так Подожди Правила для контента Да вот Левее Левее Вот сюда Что оно дает Ничего А вот Правила Что оно Галочку Она не откроется Она просто так Нет Она не нажмет Надо чтобы она превратилась В кисть руки А тут стрелка Ну да Информация об объекте Интернет Серия Фильм А вот это На вопросительный знак Нажмите Информация об объект Не нажмите А просто наведите на него Вот Информация об объект На вопросительный знак Вот Правее Вот сюда Что там они Нажмите Что они скажут Под этим методом Можно находить объект А также удалять Одинаковые записи А понятно Это так Рабочие Совпадение Дальше то ничего Уже нет Да Видимо Вот это вся информация А вот совпадение С контентом Других авторов Что там То же самое Нам скажут Наверное Правее Чуть-чуть Правее И вверх Вот Ну вот это Да Вот здесь Вот нажать Да Что там Скажешь Ну я нажму Это нам опять туда выведут Где авторские права Наверное Ну сейчас Я нажал Ну сейчас она загрузится Это как Назовем так Наша повестка Так Ваше видео Заблокировано В вашем видео Найден контент Согласно Ролик Заблокировано Ютуб Защищенный Авторские Ограничения Заблокировано Во всех странах А вот Вот нажмите Вот заблокировано Во всех странах И вот тут Значок такой Идет Вот на него Нажмите Что там скажут Видео Заблокировано Ну странно Очень Удивительно Потому что У меня Все то же самое Но вы же видели Я вам показывал Да Что у меня Вот пишут Сейчас я Еще раз Что у меня Ну у тебя Раз нет монетизации Мы же договорились Что теперь У меня У меня Поэтому к тебе И претензий нет Они не за музыку А за то Что за музыку А уже ни авторов Никого нет Можно взять деньги А как по другому Им тоже надо Они же содержат нас Вот надо спросить У спеца Либо вот Что это Неужели Я звонил Кому надо К тебе вечером Позвонят Но человек уезжает В командировку Я говорю Тебе надо Телефоны его Ютуб Скайпинг Говорит не надо У меня все есть Угу Ну хорошо Тогда вот мы с ним И разберемся Игнатихович Ну мне Ты понял О ком говорю Ну я понял Да Ну все Его мамка У нас в общине Да я понял Так ты поэтому Он придет Приедет Во сколько Чего вечером Ну и все тогда Надо потерпеть Я думаю Мы с ним разберемся Так что Еще пока не надо Только вот здесь Надо православную общину Впереди номер один Поставить будет Да Ну на самом деле Это продолжение Первая эта часть Была Где мы с Женей Говорим Ну вот Еврей это Женя Там как раз Я только начал Затравку сделал Где вы обращаете Там вот Рождение свыше Обращение Или как это Называется Это тут Что вот где Вы Как сказать Да Рождение свыше Произошло Вот там В этой Ну 27 сентября И так далее И вот как раз Вы вспоминаете Когда приехали туда А это уже Идет дальше А тебя не спрашивали Вот Когда ты Там Потеряевки был Тебя прогнали То другое Кто-нибудь что-нибудь По этой теме спрашивал Ну вот этот Генерал Или полковник Кто он там С Украины Он очень прям Следит за мной Что-то Ну видимо Профессионально Уже у него В жилах Это в крови Досконально Все прям Там Он прям Четко Все вообще А что Ему интересует Что именно Все его интересует Его вообще Его все интересует Он такой дотошный Вот И забыл Как его зовут А Семен 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 Борис Семен Вот Борис Семен Вот ему все Интересует Вот как Чего Да ты Говорит Расскажи О себе Зачем ты Других Спрашиваешь Я говорю Черт Ну а тебя Спрашивают Как же ты Типят Ну тут говорили Надо же Говорит И так Мирно Разговариваю Теперь Помогаю Друг другу У тебя Исключительный Случай такой Так я то понимал Все законно было Все по делам Ты не поднялся Нигде против Ты мало того Говоришь Сколько положительного Получил То есть у тебя Очень перспективный Ход ты сделал Не ну Игнать А как по другому Ну хоть как угодно Ушел Теперь такую хулу Даже не был здесь Вот сейчас ДС Что делают Измываются Изгаляются Я понял Тем более Что вы Для Как это Михаил Кальмаев Он Намного ближе К вам Чем я Кто я такой И кто Михаил И конечно Вы Как бы Защитились За него Встали за него И все И мне по шее дали Это все понятно Как бы Че Ну главное Ты повел Ты себя Ты ни разу Против Нигде не выступил И тебя Никто не предупреждал Ты внутри себя Почувствовал Тебе Я сколько Получилось Задумался За это время Да я никогда Был не против Ну да А то у нас Есть такие Вот спрашивают Интересно Были В общем Не ушли И с одним Они разговаривают И настолько хорошо А с другого Даже на дух Не принимают Ну они Они к сожалению Не осознали Вот Ну вот Че к чему Че почем Ну так грубо говоря Вот Они просто не К сожалению Вот так Не увидели Вот этой пользы Ну как Польза просто Не огромнейшая Ну эти то что Мощи надо Я говорю Да забери всех мертвецов Я себе что Трупов много При чем тут я то Идите их живым Предоставьте мертвецам Хороните мертвецов Они чем то Оправдываются Из лобу то Терзают мощи Все как Выброшенное Тело из овели Съедают буквально А я то при чем Это вы делаете А вот я должен А я этого не делал И делать не буду Я молюсь Праведникам Признаю их всех И Василия Великой И Григория Богослова Вот у меня Лестовка Вот если видно Не видно тебе Да видно Видно Вот Я Примера 77 святых Я поминаю Каждый день Не менее 7 раз Ну и считаю А вопрос такой А почему вы именно Их выбрали Вы то есть как то Вы осознанно выбрали Именно этих святых Ну конечно Вот допустим Почему наша община Потеряевки Свято-Анфимовская Я был когда в Синоде В Нью-Йорке И я им сказал Хотя на почему Тоже вопрос А потому 16 сентября Его житие За всю мировую историю Только один Такой епископ был У кого вся община 32 тысячи человек Взошла на небо Ни один не отрекся Я взял его Самого-самого А детский лагерь Климента Анкирского Вот там 6 февраля По новому стилю А почему За всю мировую историю Не было ни одного человека Ни в одной стране Сколько он претерпел 29 лет и 11 месяцев Кажется его мучили У него ни одной клетки Гритела не осталось Своей Все наросло Как надевали его на пике Они проходили через сердце У него там кинжалы И он оставался живой И наконец его освободили Он вернулся Совершал литургию И в это время Политика изменилась Воины ворвались Отрубили голову Она на одной коже У него повисла И с ним был Агафангел один Почему Потому что В книгу Геннеса Занесенной Сегодня бы сказали Ну да Он маленький был Почему Остался сиротою А мать его поручила Своей подруге богато Ему было Клименту Анкирскому Там лет 7 А в это время Был голод в Галате Детей выбрасывали Погибали А он их подбирал Детей приводил Учил И принимали крещение А у нас детский лагерь Этим и занимался Мы беднотой этой Мучились Климент Анкирский Но Климент Анкирский Это уже 312 год Уже прям рядом был Константин Вот-вот Гонение кончится А Анфим Это 302 год Еще было 15 лет впереди Ну опять же Я конечно Немножко Крамолу скажу Это же В интерпретации Дмитрия Ростовского Все вот это И сведения Другого-то И нет жития Ну да Может какие-то были На основании Каких-то прологов Духовный лук Что только он не брал Что можно было взять Ну он видимо Имел доступ Ко всем архионтам Да Большую часть Он просто писатель Ну да Это понятно Фантазия Они похожи Одни на один Житие Называет имена Куда пошли А их Никого никто не знает 40 мучеников Их козели Никто ничего нет Ни фиксации Он всем имена дает Ну Он писатель был Ему писать можно было Пояс о настоящем человеке Про Морельсева А он про житие Взялся писать Он талантливый был Я говорю о Дмитрии Ростовском Да я понял Его никто и не трогал Но он знал Какой курс у церкви И так на это смотрел 12 томов От января до февраля Но он ошибался Вот однажды пишет Про какого-то святого А потом задремал Уснул И видит К нему кто-то подходит И говорит Ты обо мне пишешь А пишешь неправильно Он говорит А ты кто? Он говорит О-рест Не арест А О-рест Ты написал там-то У меня рано вот еще На ноге здесь внизу Ниже колена Это плоть-то Мясо с кожей Тут мне вырезали Потом вот здесь Тут прободение было пикой Вот он ему подсказал Он тогда написал это Опять же с его слов Подтверждение тому Что он написал Нету ни молекулы Никакой Не считая тех Которые были замучены На которых Сохранились записи Которые вели секретари Нотарии Тогдашнего времени Как казнили Что отвечал Потому что У Климента Римского Неанкирского У него были Свои нотарии Шесть человек Дьяконы Они стояли в толпе И записывали Все Что их допрашивали Когда Перед казнью А в это время Там с ними сидел Свой секретарь И допрашивал И вот у меня Когда я освободился А раз я реабилитирован То я имею доступ К своим делам А у меня четыре тома Против меня дел А у них сидела секретарь И все записывала Записывала И там все будет подшито Она сидела там Девчонка и записывала А наши Тайно записывали на магнитофон И это все было Отоснуло в Париж Там русская мысль Кажется газета И там пропечатали про меня Фотографии не были Но не изобразили С бородой человека Вот И теперь Я сравниваю То что теперь Напечатали там И то которое Здесь печатали Писала секретарь Секретарь это Неверующие А которые там Это верующие Вот эти Шесть человек Диаконов Оно сошлось Вот тут уже Сто процентов Что так и было сказано Девчонка сидела И писала Ну секретарь А наши Вот там крутился Магнитофон Да Так К чему-то можем верить А чего-то нет Но опровергать Нет Опровергал я только там Где не сходилось Со словом Божьим С Библией Никак Афанасий Афонский Он приехал Какая-то комиссия была Монастырь строили Ну а леса-то были деревянные И на них клали кирпич Ну кто там думал Гвозди-то Ну шляпки оторвало А он поехал-то Со своей комиссией Шесть человек было И леса рухнули И кирпич на них Шестерых там Он наверное седьмой был Или шестой Всех убило А он там под кирпичами Лежал и кричал Пока разобрали Ну разобрали он там Что-то Маленько и он помер Так его сильно любили Они одежду его брали В ванне где вымачивали И вот эту Которая кровь была С водой Ождежда Мы отмачивались И они Христиане пили Когда Кровь животных Нельзя пить Ну я конечно Стучал в колокол Говорит А почему вы насчитали Из песни слова Не выкинешь Но я бил в колокол Показывал Антихристианское Это никак А он пишет Это положительно Или допустим Люди приходили Ну там какие-то знакомые Они брали Причастие в руку Относили На могилу ложили Тогда уже вообще Вообразить нельзя Что делалось И я обстущал Но я насчитал От корки до корки Не выбросил Ни одной буквы Двенадцать томов Ну вот мы С человеком Попробуем Поиграем Отключить Монетизацию Может он отключит Посмотрим Как будет это выглядеть В этом А кто нам подскажет Ну нет Сегодня вечером Или когда Да Ну вот только Теперь на этой Бери Чтобы отключить Вот этот От другого Ничего нету Ну он Все способы Попробует Я тут еще Сейчас поизучаю Есть же Всякие сведения Там обучение Ну мне Вот эти разговоры Наши Они не тайны Я их выставлю И тот тоже И тот первый Который Ну и тот первый Такой Ну я не знаю Так нет Если вы считаете Другие глядя на нас Которые Что-то случится Они будут знать Как постепенно Подходим к решению Такого вопроса Нету проблемы Нерешенный вопрос А мы не решаем Ну да Будут знать Что вы Сами-то Ну как сказать То есть вы имеете Намерение Ну опять же Вот Тут надо взвесить Игнать Тихонович Действительно Отключать монетизацию Или нет Ради того Ну нам-то главное Чтоб Ютуб Не блокировал Но опять же Один вот этот Вот только Я вам знаете Что скажу Вот если вот этот СД Ну СД Это уже как Нарицательное Если вот эти Вот удивительные люди Посмотрят Вот это все Они Понимаете Начнут там Начнут Дальше Свои дела Делать-то Вот Нехорошие А какие Они будут делать А какие А будут Жаловаться Пойдут А уже было Это ничего не получилось Писать Жаловаться Заблокироваться Это было Уже было Вот сейчас Я выставил материал Как раз Как раз Краткие На наша там Которая СД Переписка Что они делали Он сознался Да я это делал Все Священник Я это делал Как раз и блокировали Я жаловался Все это Ну просто Со злобы Подговорил Подговорил своих А у нас Еще не было Поэтому Это для них Не преграда Они все это знают Для них Это пройденный путь Но они Делают то Что запрещено Совестью Услышал Ну вот я так скажу Вот сейчас Вконтакте Социальная сеть Потом Вот этот Мой мир Социальная сеть Одноклассники Вот Например Вот там Можно залить Вот это все Что блокируется На ютюбе Туда можно Спокойно заливать И пока что Там ничего не блокируется Это все Можно будет Я не буду там Даже Нет Это я для людей Говорю У меня здесь И притом Я ни в чем не виноват Это Если ничего не будет Никак Переделать Без музыки У тебя же Это пройдено Все Щерновьки остались Без музыки Ну без музыки Можно сделать Но это уже Совсем другое будет Ничего другого Нет Нет Это Не думай так Тем более Ты со мной Не советовался Я всегда был Против Музыки такой Вот А они засыпились И мы сейчас Сидим голову ломаем А сами сделали Ну как Вы против то не были Вы мне сами сказали Ну Музыкальное Оформление В тему Духовые Там Орган Духовые Приоритеты Вот Это все Барабаны Я проще Не принимаю Совсем Так это все Оно и не нужно Так что Тут все Как раз Все в тему Это они просто Вот на Луну Они скоро Налоги С инопланетян Будут брать Я думаю Я думаю Вот это что Претензии От тех людей Кому принадлежит Музыка Они думают Не от Ютуба Иначе зачем бы Не отключали Конечно От нас Ну кавказский пленник Льва Толстого Они посадили Двоих в яму Жилина и Костылина Ну и деньги брать А нет Убьем Он говорит Убьете Тогда вот Ничего не получите Как Шариков Показал Что на вас Управы нету А Костылин Богатый Он писал Писал Его полуживого Выкупили Там такие тысячи Заплатили А этот бежал Все равно С колодкой Бежал И там родные А сейчас бы Его считали В плену Был В плену Это предатель Прям поймали Тут же Свои бы Русские Это Как по-сталински Ты сразу В гулаг На 10 лет Вот Вот когда считаешь Девятов Этот В плену Был у немцев Где-то И где-то рядом Аэродром И он со своими Товарищами За правильный Самолет успел Сел Штурмовик Немецкий И угнал За всю историю Войны Один случай Такой был Представьте Он сам летчик И пригнал самолет Он в другую сторону Полетел За ним сразу же Послали На охоту нет А теперь показывает Тот летчик Который ему Данно указание Сбить Этот самолет И он И они теперь Идут вместе Разговаривают И все Вот когда Пригнал самолет Его сразу Здесь арестовали И в ГУЛАГ Отправили Более Безумной власти Не было Так Вы-то Сколько 13 лет Изучали Этот вопрос Или сколько Там все Понятно Я до самой Самой последней Точки Все это Узнал М1 М5 У меня было А мне уже Смеялись И говорили Если в М6 Будет То только Интервью Антихриста Возьмете Андрей Кураев Спросили Он говорит А если я узнаю Я подойду Подам руку И скажу Рад познакомиться Она просто Еуродствует Сказать так Я-то не это говорил А то что То что Даже О нем И то Что К спасению Ведет Ну еще Нет Они на мне Не вредят Никак Я же молюсь За них Преграда Очень большая Я за них Молюсь И днем И ночью Чтобы Бог Их безумие Простил А мне это Награда Я думаю Нападение В интернете Сейчас трудно Найти на кого Столько нападает Как на меня Уже около Пяти тысяч Только заблокировал Ну это Путин Вас можно в один ряд Поставить По нападению Нет У него намного меньше Нет Даже близко нету Да нет У него тоже Будь здоров Я тебе еще раз говорю Пять тысяч Не пять человек Всякие гадости Матерки Непрерывные И слово Секта Всюду Дворкинская Секта Секта Сидим за столом Видим Секта голодная И вот они сидят Там Секи-секи Я узнал Вот Порассмотрел ролик Там один Дулевич Оказывается Дулевич Он учится в Томск Да То есть там все понятно Он видимо Если понятка назвал Щенками Говорит На кого уладите-то Но в Томск Он был направлен Не в Томск А в Хакасию Или где он там Не в Хакасии Где-то вот он На востоке В Туве А в Туву Его направил Вот этот Максим Георгий Максимов-то Вот Понимаете Я считал Но еще из этого Ну и кто что И Георгий Максимов Он То есть он даже там Не Особо-то и не разбирался Или То есть он Ему это не надо Ему это не надо Всякая ложь Тебе будет Скажи Большой гири на ногах Когда придет время Рассчитываться за все А что вы можете сказать о нем Ничего не могу сказать Зачем У меня и времени на это нет Но если они день и ночь За мной гоняются Чего-то я стою Нигде нет Ни за баптиистами Нигде Все сконцентрировано на мне И застрили стрелы А они все пустые Мимо летят Они ничего не могут сделать Ну ты конкретно покажи Где указано Какой святой сказал Я умру Меня режьте Фаршируйте Покажите где В раю сказано Прах ты и в прах Возвратишься Я ничего не добавил Они как огня Боятся Библии А по ней Бог будет судить Евангелие Теяна 12.48 Я ничего не сказал А вы называли трупами Я говорю А как я должен назвать Ну скажи Мощи Но это труп Ну почему вы трупа-то боитесь Трупа-то Как? Несладко? Некрасиво? А когда читаем Откровение 12 глава И написано Антихрист будет вести борьбу С двумя светильниками Это Еноха и Илья И трупы их Бросит на улицах Иерусалима Трупы Так это самые великие пророки И трупами названы И Христос себя трупом назвал Где труп там соберутся орлы А чего боитесь этого слова-то? Я и сказал Мощи Это трупы умерших людей Или казненных Мощи целиком Брали христиане Почитали Но чтобы резать Нигде Вообще нет этого А вот сказал Он сказал Кто там за это ответит Что он сказал И дал полу Это выходит так Что они святых Выше Бога ставят Вот так Я не хочу даже говорить Пустое Не хватало О мертвецах разговаривать А ставьте Мертвецам хоронить Он не сказал Раскапывать Бог говорит Мне и на ум не приходило Что они вытворяют Иисуса Христа Искупителя Истинного Заменили Царя Николая Искупитель Да об этом Осипов Алексей Сколько говорит Так и самое интересное Когда начинаешь С ними какой-то Вести диалог Так из них Такая агрессия Прямо сразу Моментально Вот из таких Царебошники Или как их называют Ну здесь один Согласился Побеседовать со мной Ты сразу До дома не дошел Уже шресла расслабели Шресла расслабели Это означает В штаны наложил Нет У пророка Даниила Говорится Царь Шресла ослабели Они кричат А пока там где-то А если бы нас арестовали В одну камеру А завтра на лесоповал Вот он бы там Навсегда бы Никогда попом Больше не будет А он туда жмется Ему ни страха Божия Нет Ничего нет Я их понимаю И ужасаюсь Они туда идут Отбросы все Которые ни к чему Не пригодны Он не пойдет на стройку Ни каменщиком Батюшке мастерок Всегда Он сколько храмов Постановил А вот вот Ничего нет Он глаза закатит Под лоб и сидит Он не знает ничего Помощник у него такой же Я могу только скорбеть И плакать о них А это все перед Богом Я за ними не гоняюсь Не вскрываю Не за одним человеком А зачем Один выступил Ну Даже хороший священник И стал фатимское чудо Объяснять В Португалии Там явилось Я тогда свой материал И дал туда Из нашей книги К истинному православию Что это не от Бога Это от сатаны было От сатаны это явление Это не на этого человека А событие И я беру данные Слово Божие Практически Свидетели которые были Сколько снимков было Все до одного изъяли А людей было сто тысяч В это время уже работали аппараты Киноаппараты Съемки были Все до одной отобрали у всех И главное Падала шерсть А сейчас пишут Лепестки роз Ну это же большая разница И где-то в ветвях деревьев Лица не показывает Кто-то говорит Да нигде же этого нету Нигде нету Если где он и явился Кто он? Явился в виде человека А этого лица нету И как говорит Не называется ДС Он тогда был Дьявол-сатана Он под этим видом Сейчас перерождается в других У меня материалы Огромные-огромные материалы Вот сегодня я хотел выставить С одним священником Я знаком был Когда он мальчишкой был Мальчишка был Интересный такой А отец у него погиб Священник был Протоиерей Известный Очень известный Мы были в близких отношениях Но этому я маленько что-то написал А он сразу Вы себя пророком думаете Мальчишка этот А сейчас у него ребятишки Дети Я не называю даже Но сегодня я хотел Нашу короткую переписку Он уже все Его уже не сдвинуть С места Все историческое Что-то местное Церковь Когда построено Сними с него ряску Выставь его Как апостол Бог сказал Идите Они пошли Он ничего Он пугалом огородным Будет стоять А маленький был Когда А мы в это время Три брата Проходили учебу И он выйдет С второго этажа Ты Игнатий А ты Павел А ты кто на Акима А завтра говорит Ты Аким Ты Павел А ты кто Он три никак не мог вместить Все время менял нас По два Такой хороший пацан-то был А сейчас уже Как бы не расположен Потому что Вы Грешный Супергрешный С этим вы согласны А что Пророчество Я какой пророк Павел говорит Ревнуйте Чтобы все пророчества Прочитай первое Коринфянам Пророчество Это проповедь Проповедь Объясняющая Прошлое Настоящее Будущее Вот они Ничего этого не знают Ему Не преподавали Вот грешный Архигрешный Можно говорить А что Бог тебя Назвал святым Это нельзя А Павел пишет Коринфской церкви Святым избранным А дальше пишет У вас блудодеяние Которого у язычников Даже нету Святые По крови Христа Омытые А вот привыкли Грешные Грешные Многогрешные Подходят К Пимену Великому Вот ты умрешь Где будешь В вечности А там же Где сатана Представь себе Это великий Вот Василий Великий Великий С большой буквы Таких только 17 человек Было за 20 столетий И он человек этот говорит Или действительно Он в аду будет Или он лжет Варианта 2 только А это считается Очень хорошо Он уничижает Да он лжет Ну это так Кусиков же Вот смотрите Какой у него настрой Настрой какой Прям смиренный Смиренный Вот он считает себя Достойным гиены Гиены Апостол Павел говорит Подвиг совершил Теперь готовится мне Венец правды Который Господь дарует всем Все Венец Веру сохранил Течение То есть бег Тек Течь Я прошел Я прошел Назначенное мне поприще Я благодарю Бога Где мне Пришлось выступать И даже Которые нападают вместе Они одного дня Не жили моей жизнью И у них этого Ничего не было И поэтому я понимаю Что нападает Ни на что И Господь Щадящий режим дал мне А если бы А если бы Вот этого нету Напрасно поносит А как вы Я говорю Что Отца Небесного А вы говорит Что Злословите меня Потому что я основываюсь На Библии По Библии давайте Обвинение мне По Слову Божию Ни одного нету Ну давайте вызовите Там Где у вас Цензорский отдел Где там Патриарх заседает В Думу Куда угодно я могу Ну давайте Вот сейчас можно по интернету Ну По Слову Божию Во свете Библии Ну они все боятся Мне сказали Что они что Самоубийцы Говорят Чтобы вас вызывать Замалчивают Все замалчивают 15 лет исследуют книги Отослали Теперь Киево-Пещерская лавра Говорят Занимается Третий год Вашими книгами И ни одного слова нету Да они только зайдут На наши ролики Вот сегодня у меня 12 роликов Кто там И Златовус И Добротолюбие И Григорий Ильиченко И там Да нет этих материалов Столько 10800 роликов Ну еще Павел И этот Яков говорит Покажи мне веру Без дел твоих А я покажу Из дел моих Ничего тут тайного нету Из дел Вот я выхожу И дела Город на вершине горы Не может укрыться Аминь Игнать Ильич На самом деле У вас столько материалов И такой глубины Широты И так далее Что можно Снимать Не один спектакль Можно снять Не один Там прям Серию прям Можно снять Видео Этих Фильмов Можно снять Художественных Пожалуйста Ну кто Никто не будет Этим заниматься Потому что боятся Ну хорошо Четыре документальные Фильма В которых я участвую Три из них Заняли престижные места Один Международный конкурс Первое место Второе Первое место в России Это не я делаю Но эти люди ушли уже Может Или они живут еще Вот эти режиссеры И так далее Некоторые живут еще Ну вот хорошо бы Попросить их еще Взять И какие-то Поднять Какие-то темы Вот Дальше Один еще здесь живет В Барнауле Кузнецов Владимир Сергеевич Он работал В администрации Алтайского края По культуре Красноярский филиал Свердловской киностудии Документальных фильмов Он два фильма Поставил у нас Один Зая Первое место в России Другой на международном А почему он дальше То не занимается И откуда Зая Надо его попросить Дальше заниматься Потому что Тут вот это Чуйский тракт Что-то они там снимали Там работали Зэки И какого-то режиссера Он ко мне пришел Вот я сижу Сюда прямо пришел Привел его Ну избрали Меня Он им подсказал Чтобы я там Участвовал Сказать Характеризовать Что это значит Это по ГУЛАГу Я сам-то прошел Я говорю Если я у вас буду Участвовать в фильме То фильма Никто не увидит Ну в том-то и дело Все И они больше не пришли Но они были Пришел он Был Золотухин Валерий Сергеевич Такой артист был Слышал такого? Золотухин Ну наверное Лицо-то я его видел Наверное Какое-то Я могу посмотреть Он здесь Вот у меня был Сфотографировались Вот потому что Князь Как это? Страха ради иудейского Вот такой вот Да Именно так Девятая глава Евангелия от Иоанна Ибо из страха перед ними Они шли на сделку с совестью У меня этого не было Я даже этого не знал Просто я есть И говорю И вижу где Я не на Не наитием каким-то Просто Я даже вот это Синяя висит груша Я никогда о ней Даже не подумал Большая бутылка Кверх ногами Я ее давно повесил И я Как сказать Переусердствовал Она очень тяжелая И жесткая То есть Это даже Майку Тайсону Наверное Она покажется Ну не очень А Федор-то Наверное Емельянникова Разобьет ее Ну и Федору тоже Ну они тяжи конечно Но она очень жесткая Это просто Для вот таких Как Федор И как Майк Тайсон Я ее Пере Ну как Оба они уже на покой пошли Видать Нет Федор же не Вот совсем недавно Победил За 48 секунд В Америке Там дрался Так что Федор еще может Порадовать Вот интересно Я заметил Вот я Федора смотрю Это Но когда Ролики собраны Говорят Поражение Емельяненко Я никогда не смотрю А почему Не знаю Мне неприятно Я знаю Последние Хорошо смеется Кто последний Так и кто последнюю битву выигрывает Да Гитлер дошел до Москвы Но На Рейхстаге Расписались русские Вот и все Не люблю смотреть Ни одного ролика Как-то Ничто Натолкнулся Мне как-то Неприятно Даже было Мне тоже было больно И прям Как будто Как будто По моему родственнику Вот именно так Я Я против Что он участвует В этом Против Что это не надо Это не его Не христианское дело И все равно Внутри Внутри голос Мой Положительный Более Чем если Когда было поражение Ну он говорит Что мне дороги Все мои поражения Все это Говорит Даже дороги Очень мои поражения Это все уроки Для меня И так далее Так вот Было интервью Брали интервью По скайпу Так же Вот с бывшим Тренером Менеджером его В те годы 2000 Когда вот он 10 лет Без перерыва Побеждал Никто не мог Его победить И вот его команда Вела из русских Мужиков Вот И вот И вот наблюдение Такое делает Тренер говорит Вот когда Федор Возомнил уже О себя Что он там Что-то знает Там и так далее И стал делать Замечания Тренеру своему Вот Стал его поправлять Типа Ты там тренер Немножко это Ну вот Все Говорит Все закончилось Его рост закончился Он остановился На этом И Все Вот такое наблюдение Это есть такое видео Хорошее Урок такой Что Действительно Рост останавливается Тогда Когда ты начинаешь Вот перечить Там Выше себя считать Там Больше знаешь Вот это вот Такая практическая Жизненная Вот ситуация И Федор Это Федор Это К сожалению Не обошел Это А может Ну как К сожалению Он тот же человек И вот Так Остановился В росте И потом Постепенно Затухает Затухает И все И потом Пошли Проигрыши Его Вот эти Все Поражения У меня С кем Был До встречи А там Ничего И не Было И он Сделался Как Безбожник Пить Начинает И такие Просто Срамота Одна Сообщается С беззаконниками И беды Какие-то Сверх Масштабные На них А которые Всегда Вот как Отец Геннадий Выходит Вот эти А там Обратился И а то Получил И записана У нас Беседа С ним Как У него Все время Духовный рост Это так И есть У Федора Ну да Он Можно сказать Немножко Вот он Ну как Предательством Это не назовешь Ну вот Ту свою Первую команду Первую любовь Так Ну образно говоря Первых Вот этих Мужиков Которые Они все Были Как Единая Команда Едино Целая Он к сожалению Потом от них Отстал Ну и все Ну ладно По делу Поговорили мы Все Так Можно много Говорить Долго Игнати Ну все Значит Добивай до конца Чтобы снять Ну надо ждать Сегодня будем Мы с ним Помозгуем Но я скажу Так что Если мы все таки Не придем К какому то решению То я Конечно Я смогу Могу и убрать Я и уберу Может музыку Но я Рекомендую Все таки На мой мир Залить Вот В таком виде Это не буду Мне это не надо Почему Игнати А почему Определенно Мало Ну это мало Нет А ну и на ютюбе будет Ну немножко В другом виде Ну а там У меня просто Время на это Нету Сидеть Качает Медленно 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 7 часов Я буду сидеть А в это время Сегодня у нас занятия 6 часов А в время занятия К занятиям Не могут подсоединить Меня Мне столько Неприятностей Услышал Знаете А вопрос Такой Это Все таки Можно сделать Чтобы скорость Увеличить у вас Скорость Ваш У меня Телефон Идет Ну а если Провести К вам Оттоволокно Ну это что Игрушка что ли Кто проведет Ну провайдер Компания Которая Компания Она все знает Говорили Зачем вам тут Я живу на конце улицы И везти кого-то Кому тут 20 человек Они будут провода Тянуть Столько тратиться Хорошо Не по телефону А если через Мобильную связь Какую Через модем Да Через мобильник Ну у меня рядом сидят Они Мы трое От модема тянемся И Володя И Надежда Через стенку Ага А вот так-то Вообще ничего нету А в деревне-то Там Виктор уехал Тарелку-то оставил И через тарелку У меня идет Здесь идет Ну я доволен Потому что У меня Ставят другие Но тут я тоже Ставлю Небольшие Жития каждый день Это раз в неделю По 7 штук ставлю Проповеди один раз И сейчас вот Никита насчитал Там Григорий Это Сковороды И вот Сейчас Семью 3 21 21 21 ролик Я уже залил На этой неделе На самом деле Тут целый Взять Как сказать Роту Целую взять Спецов И дать им Задание Тут Всем бы хватило На 10 лет Вперед Чем заниматься Да Допустим Мои интервью Где я беседовал Отдельно С Дмитрием Дудко Отдельно С Александром Менем Хотя уже есть Это Дмитрий Дудко Кажется не ставили Это можно Знаешь сколько На этом Отдельно С Геннадием Фастом Когда первая ночь Была Когда он обратился У нас Еще сходить На студию Где ГТРК Или как Это не знаю Где вы Тоже Онлайн Вот эти Вели Видео Передачи Показывали Ничего Нигде нету Наверное Да у них Должны архивы Быть Студия Которая была Здесь Роса Называлась Ее нету Совсем убрали Ну где-то же Остались Пленки На людей Тех даже Нигде нету Их все Станцию закрыли И все Зачем они будут Держать пленки Какие Они куда-то Пошли в разное В статистику Кто куда И мне тогда Очень популярные Вел программы Такие Они И Патриархия На меня Насела А этот Который Вел Илья Николаевич Он Ну как Директор Этой Радиостанции Это было Или что-то Ну и Давайте Вот чтобы вы Подчинились Местному епископу Антонию Я говорю А какое он Отношение имеет К вашей радиостанции Это Никакого А зачем вы за него А до этого Они у меня дома Приходили Сотрудники Все Поставили Твердые условия Пока под Антонией Не ляжешь Ничего не будет И пришлось уйти Я говорю Ну я ухожу Но вы-то долго Не продержитесь Их буквально Неделю через две Начальника выкинули Поставили другой Еще маленько прошло Станцию закрыли Все Когда фильм Когда фильм поставили Вот этот Предчувствие И он занял Такое место Первое на международном Там в каждом Почти метро В Москве Продавали Меня считали Миллионером Я ни одного рубля Нигде не получил А потом И говорят Фильм-то так Не особенно И вы его Вытянули И второй фильм Когда вышел Вас бы там не было Вообще Никто бы его не знал А я никогда Об этом не думаю Мне звонил Звонил Отец Аким Я согласился А что согласился Я же не артист Это документальные фильмы Я вам скажу так В Москве В начале 2000-х годов Я был В каком-то При каком-то храме В лавке Я купил Купил вот эту Видеокассету Тогда еще были Где были эти два Ваших фильма И я просмотрел И мне очень понравилось Но я Ну и все И я так и положил На полку И оно пролежало Долго Эти Ну то есть все И мне понравилось Вот этот вот Вот эта живая связь С Богом И все остальное А скажу Я хотел сказать Что Если бы Игнать Игорьевич На вас я не вышел Вот Когда Ну не так давно Вот В марте 16-го года 25 марта 2016-го года Где-то вот В этих вот То я бы У меня так же Все затухало Никто не помогал Никто не помогал Никто не помог Там Ни Осипов Ни Кураев Не все вот эти Вместе взятые Богословы Или Богословы Как Осипов шутит Богослов Вот Потому что Они вот Именно что Они не договаривают Они вот смотрят На На архиереев Там И на кого Они еще смотрят То есть Они Все правды Не говорят И Ну А на деле Вот Вот сейчас Любой канал Союз Посмотри Женщина сидит Перед ней сидит Епископ Или священник Они вроде Какие-то темы Пытаются поднять Серьезные А женщина сидит Ведущая Накрашенные У нее Волосы Здесь все Подведено То есть Все краска Губы Там все Накрашено И как К этому Ну вот Как серьезно Это то же самое Что делает Вот этот Жириновский Это все Обесценивается Невозможно Это слушать Вот И это все Остывает в человеке Вот огонь Вера Вот этой И он думает Да Лучше я буду жить Один И не связываться С вами Зачем Это все Надо И он затухает И человек Один Сам с собой Остается Ну или Уходит там Куда-нибудь Непонятно В секцию Куда-нибудь И если бы Не ваш канал То Ну Я просто уже Перестал Вообще Обращать Внимание На все Это Мне это Ну Опостыливо Или как Сказать Все Вот это Интересно Как понимают Вот видят Православие Правильно Андрей Кураев Там открывает На этом И все На отрицательном Строят Сразу Какой-то Пойти Куда-то Но Где я К этому Призывал Я говорю Там Где ты Есть Ты Обрел Православную Святую Веру И Начинай Тут Трудиться Трудиться Не с отрицательного А с положительного Положительного Это Жизнь Духи Святого Иди на Благовестие Образовывай Общину Начинай Трудиться Работать А как Вы знаете Да никак Я Просчитал Три миллиона Беспризорных Детей Как в гражданскую Войну Я не считал Не опровергать Не могу Ничего Ну и что Вот Образован Первый В Советском Союзе В Советском Союзе В 72-м Году Православный Лагерь Я его Основатель И устав Надо было Написать Тогда о регистрации Речи не шла А в 91-м Втором Уже регистрацию Получили Официально И фильмы Там снимали Ну почему Детей много Вы знаете Много Да А почему же Не занимались Я их спрашиваю Любого ДС Нет Я говорю А вы знаете Что Криминальная Обстановка Страна криминальная С руководством Ну да А что вы сделали Для того Чтобы не так Тут один священник Двое шли Что-то один Сказал И на них бросились У них железные Эти биты были Они его повредили Повредили И глаз И самого избили И в больнице лежал Вот тут у нас Даже ролик есть Мы к нему В больницу сходили Хорошо Вы знаете Такое А что вы делали Чтобы этого не было Да как сделаешь А я так не рассуждал Я пошел У меня хорошие связи С прокурором края Генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович И там начальство тюрем Знает Что я у них По их ведомству КГБ проходил два раза И там я начинаю работать 18 лет бесплатно Только один раз С разной литературой 4,5 тонны завез Тонны Представьте себе Книг у меня не было Но у меня уже появились Из печати Выходили вот эти Листки отдельно О крещении Я их без повреждения Так и поставил В книгу К истинному православию С Пасхой поздравляли Приносили яйца крашеным У меня доступ был Даже к приговоренному К смертной казни Тогда начальник был тюрьмы один И он узнал Что я туда иду Он сразу же Мне сказал Пока я начальник тюрьмы Вы никогда туда не спуститесь Они в нижнем подземном этаже И там все день и ночь Караулят А я начальнику Прокурору края Сказал разговор Он улыбнулся Говорит Ничего Завтра вы там будете Я прихожу туда Гляжу Этот генерал-лейтенант Там Прокурор края Говорит Все Дверь открыта И уже меня ждут офицеры И пошли туда И я к ним К убийцам этим Приговоренным Имел доступ Входить в камеру Я сейчас спрошу Вот интернет весь Вот весь-весь Пускай слушает Что я скажу У кого Когда Была такая возможность Когда люди Подозреваемые В убийстве В убийстве Там солдата убили И прочее Чтобы давали работать Человеку Без юридического образования Как у меня И чтобы мне В отдельный кабинет Приводили из них Которые идут там Арестованы пять человек Их дела Мне Представляли Я сидел Все дела Знакомился И выбирал С кем работать Это вообще Неслыханная вещь И поверить Никто не может Я даже сейчас Любому прокурору Скажу Скажу Не может быть У меня это может быть И они ко мне Приводят Я сижу Приводят Заключенного Я сижу С ним Беседую Из пятерых Четверо До суда Вышли на свободу То есть Я знаю Господь дал мне Как И где Какая Вот эти слова Мои сейчас будут Обыгрывать Они там где-то А потом я встречаю Их на свободе Как они ко мне Относятся Будут они ДС слушать Или нет Ну вот Криминальная обстановка Ну что делаете Журнал Милиция Обо мне Печатает Вот Щит и меч Центральный Орган МВД России Журналы Какие Журнал у них Есть Охрана Называется И там Большая статья Про потеряев Какой-то снимков Наверное Восемь или десять Вот Это кто Ну а там у них Фотокорреспондент Такой был Фото Галенко Владислав Он мамонтовский Из нашего района И он спросил А можно мне С собой взять Одну Она секретарь Городского УВД Края Милиции Ну я ее не знал Не видел Ну я выхожу На улицу А они меня не видят Я сказал Чтобы она не была В брюках Не накрашенная И он стоит Там какую-то Маленькую нишу Нашел здесь Недалеко Вот так руки Растопоршил Оглядывается А меня не видят Я там уже иду А она туда Ему под руки И давай там Снимать там штаны Юбку надевать Чтобы ее не видели Он ее закрыл Так вот А я издалека вижу А потом она будет Фотографии Морозова кажется Александра Это вообще надо посмотреть Она как будто Вписалась И платки надеты И платья длинные Один раз только Один раз И все И на прекрасную статью Написали Которая вышла на конкурс И не где-то на конкурс вышла А Останкинская башня Там была В органах МВД И большая статья Про нас кажется Четыре страницы А она сохранилась Статья? Конечно Минутку Сейчас прямо рядом Она наверное в книге есть Да? Вот автобиографическая Или не вошла она? Сейчас Сейчас Я постараюсь Посмотреть Где же Есть именно это Вот так Сейчас я покажу У меня был этот журнал Я его наверно Выдешь? Туда В зеркало Книга Правил Изучать Даже два нашел Потихоньку нужны Я его вытащил Вот туда Где молимся Вот смотри Вот с вами Тебе это видно будет или нет Я не знаю Вот этот Видно или нет Русский дом Ну да Тут написано так Журнал для тех Кто любит Россию Русский дом Номер 3 2014 год И главный Кто у них здесь Создатель Разрушитель Статья такая Я тут не очень Это круто Ваши журнал Вот смотри Какие статьи Это статьи В этой деревне Огни не погашены Видно нет? Ну да Теперь я перелистываю дальше Смотри Видно нет? Да Да Игнат Тихонович Ну вот теперь я дальше еще раз Ну тут видно где На милицейском журнале Ну до того там много снимков И овечка объягнулась И вот сейчас Вот такой Буклет выпущили Ну да Да 28 лет у нас фотограф фотографировал Так тут есть что-то с его надписью Вот посмотри Угу Он хороший очень 50 страниц Так вот хорошо Волобуев занялся Так я говорю О, смотри Ну да И главное Надписи брал из моей книги Для слова Божия нет уз Я просто полистаю Покажу Один Спецжурнал Какая бумага Тут вообще А вот та статья Которую вы сейчас искали Она не вошла? Это в журнале охрана Охрана Журнал там лежит Туда не пойдешь сейчас Она не вошла в это В автобиографическую книгу? Нет Она где-то вошла В один из роликов А где она? Что я не знаю сейчас Вот Да Это еще была черно-белая Вот мне бы конечно Фото в хорошем разрешении Потому что я беру все из этого Как сказать Из интернета А там они маленькие И бывает что Когда фоном делаешь Она совсем размытая получается Ну У меня это все в диске Где-то хранится Я никак не могу сейчас найти Это Это много времени надо Для того чтобы найти Найти это уже специалист Кто-то сидел бы И смотрел что там есть А тем более они не подписаны Фотографии смотреть это Вот она Это сколько? 28 лет Велась эта съемка 28 лет На престижных выставках Здесь и за рубежом были Ну пусть они хоть что-то покажут Ну это не я фотографирую это А Балабоев Александр Павлович Ну смотри сколько снимков-то Снимков где-то Я не знаю 88 или что Ну у него на самом деле Больше же снимков Да? Это как бы самый У него я думаю Тысячи Ну это хорошо Это он из этого выбрал Вот она Я если показываю То Это уже не выдуманное где-то Вот оно где Вот этот буклет Буклет Я заказал ему Он 360 рублей за него Сибирская Мадонна называется Ну вот и все Это все пригодится Вот стихи начитывать И оформление вот делать Ну я говорю что Специальный фотограф Лучший может фотограф Края И он на международных выставках И 28 лет 28 лет приезжает и Фотографирует Значит находит интересно А эти ничего не знают Но нападают Почему? Награда Выравнивается Иначе перекос будет Если вот Это положительное А отрицательного не будет Оно опрокинет нас И поэтому Вот так Все делается Ну да Вот он Сейчас я его покажу Сам Это я сижу Только что выписал Благодарность Одному В детском лагере Что Вот он Александр Павлович Еще те годы 28 лет назад Наверное На Лобуев Да Да На Лобуев Вот и все Я показываю то Что Им Это Не я их пишу Эти журналы А милицейские Это так А почему Говорит попал туда Потому что я работал Во вне юностранной охране Поэтому Он пояснение дает Снимки очень высокого качества Ну Понятно что И главное Какую-то престижную премию Даже дали За его статью Галенко Я не знаю Зачем кому-то показывал Унес его В церкви Он там Ну что Все Давай ищи выход Ну будем ждать Спеца Ну Спеца Пока сам смотри На втором работа Там что у тебя есть Сколько у тебя Второй у меня есть Музыку я не уберу Потому что я Много отрудился Искал И я не буду убирать музыку Ко второму А вот Но если нужно будет Без музыки сделать И у нас вообще Ничего не получится Ну Придется убрать И выставить Без музыки На будущее Чтобы не было Такой маяты Не надо музыки У нас музыка Не играет главную роль Игнать Тихонович На самом деле Во всех Я вам покажу И у вас это все Во всех тех роликах Которые я прежде давал Там все то же самое Там так же написали Авторские права нарушены Все то же самое Везде В каждом ролике Любую сейчас музыку Она все равно Кому-то принадлежит Вот Понимаете в чем Так что тут дело Не в музыке А вот Ладно Оно заблокировано Тут один ответ Что не говори Заблокировано Остается главное слово Ну это вот так Да Это есть Не имеет смысла Ну я к тому Что я защищаю То что тут Музыка ни при чем И это тут Что-то интересное Получилось Причем Там не додавили Не стали трогать А здесь Ну Это надо С монетизацией Разобраться Разбирайтесь Я ни копейки Не брал нигде Повторяю Нигде ни копейки Никогда Ни за что Вот статьи Которые я раньше писал За это мне платили Раньше При советской власти Что интересно Один раз Завезли уголь Ну я выписал Сколько там Ну допустим 5 тонн Я их Объем сделал Дальше высчитал Все Я математику люблю А там Вот так закругленное По эллипсу Сколько Ну интересно Там с логарифмами Я сказал Сколько килограмм Привезли И мне не привезли Вот не хватило Там на 430 килограмм Допустим Не довезли Но к ним никак А я статью написал И более просто Взяли Напечатали И мне денег дали Столько за статью Сколько нужно заплатить За этот уголь Игнатий Тихонович Вопросы Можно вот этот ролик Передать Сергею Может он у себя Упубликует На ютуб канале Какой Вот этот Ну да Вот этот Ну а Когда надо сделать Я еще буду отдавать Его на связи нету Конечно Нет Я имею ввиду Вообще потом Мы сейчас разберемся С ситуацией у вас И у меня там Я к себе тоже выставлю Ну я выставляю же Тоже Пускай от тебя берет Иначе У меня тут Что-то какие-то Неполадки Да Ну я ему дам Вот в этом В облаке Прослушай Выбери время Прослушай Скажи что мне Очень понравился Вот там Ну все Давай Расстанемся Да С Богом Игнатий Спасибо Спасибо Христос Да